МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главная тема сегодняшнего выпуска. Заступничество высших сил в борьбе с Турлатовским полигоном ядовитых отходов. И спросили сегодня рязанские активисты. Поддержать Погорельцев координатор регионального отделения ЛДПР Александр Шерин пообещал поддержку жильцам сгоревшего дома. АКУ продали депутаты Городова, решили судьбу здания, где когда-то располагался самый популярный кинотеатр Рязани. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. История с возобновлением работы Турлатовского полигона ядовитых отходов получила сегодня достаточно неожиданное продолжение. Напомним, владельцы этого уж поистине злачного места намерены и инициировать проведение публичных слушаний с тем, чтобы запустить полигон снова в дело. Ранее сюда привозили исключительно вредные для здоровья отходы из других регионов. Таким образом, Рязань понемногу превращалась во всероссийскую свалку. Вмешалась прокуратура, региональная власть, суд. И полигон закрыли. А тут, как говорится, снова здорово. Рязанский губернатор озаботился проблемой и уже не раз говорил об этом на правительственных заседаниях. В этот вторник Олег Ковалев напомнил региональному министру природопользования и экологии Игорю Авдееву о своем поручении относительно полигона. В начале апреля к делу подключились общественные организации «Активисты». Так, Рязанская экологическая организация «Эра» начала сбор подписей на своем сайте под обращением против возобновления работы полигона. На сегодня собрано 576 подписей. А сегодня к полигону приехали активисты-экологи. Они прибыли аж с иконами и вышитыми народными платками, с березками и озерами, символизирующими то, каким должно быть родное Отечество, его реки, озера, леса и поля. Необычную акцию экологов по привлечению наивысших сил к борьбе с полигоном воочию наблюдала Елена Вожакова. В этих отстойниках, в прошлом принадлежавших заводу химволокно, расположенных как раз на берегу реки Вествянка, уже закопано огромное количество бочек с просроченными пестицидами. Привозили их сюда фурами со всех регионов страны, для того, чтобы уберечь свой родной край за счет рязани от вредных отходов. На 90% есть разрешение у этого владельца, этого объекта, на получение рецензии. Ему осталось собрать только подписи, которые он уже успешно собирает. Если, не дай бог, какая-то эта гадость прорвется при нарушении технологий или что-то еще, бочки гниют, они жирят, то это природа не установится никогда. Это все доказано. Сегодня ученые-экологи пришли к полигону не с плакатами. Они принесли иконы в надежде, что высшие силы помогут Рязани избавиться от ядовитого поля и людской жадности, граничащей с преступлением. Помоги нам действовать с твоим сознанием на этой земле. Помоги нам возродить все то, что погублено. Ради денег, ради Часагана он готов отравить нашу землю пестицидами и радиоактивными отходами. Господи, спаси нас, спаси наших детей. Но когда люди науки поднимают руки к небу, стало быть, точно дело дрянь. Власти должны срочно, раз и навсегда, решить вопрос с полигоном. Безусловно, мы хотим возродить эту землю. Мы хотим, чтобы она была и для наших потомков благоприятной средой обитания. К другим темам. Пострадавшие от пожара дома на Энгельса, запылавшего во вторник, размещены в маневренном жилом фонде города. Но главным образом людей привятили родственники. Об этом сообщил на вчерашнем брифинге рязанский мэр Виталий Артемов. Также он пообещал очнить ущерб от пожара и помочь жильцам восстановить сгоревшее имущество. Теперь наступило время политиков. Сегодня на Энгельсовское пепелище прибыл координатор регионального отделения ЛДПР Александр Шерин. В сгоревшем доме по адресу улица Энгельса, 19, наиболее сильно пострадал первый подъезд. Шесть квартир на втором и третьем этажах выгорели полностью. В подъезде же до сих пор стоит острый запах гари. В доме нет электричества, тепла и газа. Жители жалуются на излишний бюрократизм чиновников. Вчера мы пытались кто-то восстановить документы. Нас в очень некорректной форме отфутболивают. Говорит, вы должны пока получить справки о пожаре. Справки не готовы, были вчера на данный момент. Сегодня мы, конечно, еще пока только администрацию видим. Не можем никуда отъехать. И получается то, что мы пока вообще все без документов. На просьбы погорельцев о помощи откликнулся депутат Рязанской областной думы от партии ЛДПР Александр Шерин. Ему жители пожаловались, что у них сейчас не получается восстановить свои документы. Не только имущество, но и паспорта сгорели фактически у всех жильцов первого подъезда. Александр Шерин пообещал оказать посильную помощь. Если вам понадобится ехать в какие-то административные органы для подготовки документов, наш офис в вашем распоряжении полном. Какие-то заявления напечатать, что-то серокопировать, консультацию от нашего юриста получить. Мы по телефону можем организовать, чтобы вы долго не искали, в какой кабинет, чтобы вас приняли без очереди. Будем договариваться, чтобы в первостепенном плане вас принимали. Чтобы вы сами по себе не ходили. Есть ли руководительные инициативные группы? Практическую помощь на этом этапе с удовольствием окажем. Далее жильцы показали депутату областной думы свои сгоревшие квартиры. По их мнению, восстановлению они уже не подлежат. Потому их так пугают заявления чиновников гороадминистрации о ремонте их жилья. Александр Шерин призвал жителей писать коллективные заявления во властные структуры. Губернатору запрос будет направлен, главе администрации города Рязани будет запрос направлен. В жилищную инспекцию будет направлен депутатский запрос, чтобы как можно быстрее получить ответы. Пока специалисты оценивают размер ущерба, погорельцы живут в маневренном фонде или в гостях у родственников. Однако они надеются, что при помощи вмешательства в их ситуацию высоких должностных лиц, они вскоре смогут вернуться к себе домой. В Рязанских кругах продолжается обсуждение вероятной застройки куска территории муниципального культурного центра. По-другому и не скажешь, поскольку будущее здание вплотную примкнет к оплоту культуры. Кстати, функциональные назначения центров грядущего и ныне действующего схожи. Что же это за близнецы такие и надо ли оно городу, выясняла Оксана Тебенихина. Загадка. На площади Победы возвышается здание муниципального культурного центра. Слева от входа имеется небольшой парапет, на котором летом располагаются кафешки. Вопрос. Где здесь можно построить развлекательный центр? Тем более, как раз напротив, высится немалый торговый комплекс, где хоть по бутикам ходи, хоть развлекайся. Наверное, воспринимать адекватно окружающую действительность владельцы куска территории МКЦ не хотят. Но выгода очевидна – центр города. В городе Рязани сложилась порочная практика в последние 20-летия. То есть строят не по градостроительным нормативам, а по принципу «строй где хочу и сколько захочу». По словам активистов, на публичных слушаниях, посвященных данному вопросу, выступали вчерашние школьники, которые за хорошую оценку согласились прокричать, что негде им в Рязани развлекаться. Это, наверное, самый гадкий момент. Кстати, до 2007 года парапету здания МКЦ принадлежал Рязанской организации профсоюзов. Однако не они же намерены строить увеселительное заведение. Оказалось, не они. В 2007 году этот пандус был продан нами. Ну, ситуация была такая. Администрация города, с одной стороны, администрация города и городская дума обратились к нам со своими письмами продать этот пандус. С целью размещения там пристройки, которая должна была быть на тот момент, она планировалась в виде так называемого, ну, так в народе, в Прибалтике называется, так называемого народного ресторана. Это, или по-другому называют, центр семейного отдыха. Складывается впечатление, что основная цель рязанских чиновников – распродать все и разрешить на всем этом строить. То, что людям негде погулять и, говоря по правде, дышать-то нечем, никого не интересует. Так что развлекательных центров все больше, а жить становится все грустнее. Сегодня прошло заседание Рязанской городской думы. В числе прочих депутаты обсудили вопрос о дальнейшей судьбе одного из великих рязанских долгостроев – здания бывшего кинотеатра АК. Заметки из парламента у Глеба Галушкина. Нынешняя повестка дня очередного заседания Рязанской городской думы не была особенно острой. Главным образом вопросы касались приватизации муниципальных помещений. Впрочем, даже здесь у ряда депутатов возникли сомнения насчет нужности обсуждаемых решений. Дело в том, что стало известно о приватизации здания бывшего кинотеатра АК. Всего за постройки и за почти полгектара земли в центре Рязани городская казна получит 97 миллионов рублей. По мнению некоторых народных избранников, это значительно меньше рыночной стоимости. Напомню зрителям, что эта цена составляет около 40 и больше тысяч рублей за квадратный метр и около 30-25 тысяч рублей за подвальные помещения. Здесь же мы выходим на 20 только тысяч рублей. Это первое сомнение, скажем, пролонгированное решение, за которым может стоять в том числе и коррупциогенные факторы. Впрочем, большинство депутатов эти аргументы не впечатлили. Рязанские парламентарии одобрили передачу здания бывшего кинотеатра АК вместе с землей в частные руки. Правда, как-то не особенно верится, что это решение поможет наконец-то закончить долгострой и привести территорию на улице Есенина в надлежащий порядок. На сегодня все, а завтра мы подведем итоги уходящей недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова